Ну и сейчас у нас в гостях Павел Стобров, один из первых очевидцев этой страшной трагедии. Здравствуй, Павел. Добрый вечер. Вот расскажи, когда ты приехал, когда ты все это увидел? У тебя, у людей была ли еще какая-то надежда, что вот-вот огонь остановится? Мы приехали уже туда под вечер, примерно полвосьмого вечера, и в принципе огонь уже был остановлен в самом поселке. То есть там оставались фактически только руины, большого пламени не было, пожарные проливали все дома, и они это делали до утра для того, чтобы порывами ветра огонь дальше не раздувало. И когда мы ехали обратно уже в 10 часов вечера, то в степи ветра почти не было. То есть когда мы ехали по дороге туда, там был промежуток километров 30, наверное, по дороге на Ширак, когда передвигаться можно было скоростью максимум километров 10 в час, видимость не превышала метров, наверное, 20. Это был очень сильный заряд ветра с огнем, с дымом, с песком, с гарем, в общем, все, что летело в этот момент по степи. По бокам дороги догорали уже столбы линии электропередачи, и, в общем, выглядело все очень плохо. Слушай, ну вот я знаю, ты уже не первый раз вот видишь и снимаешь эти пожары. Что тебя больше всего поразило? Поразило, к сожалению, то, что, например, на полях, например, вокруг тех же самых столбов линии электропередачи отсутствует полностью опашка. То есть трава, стерня вплотную к столбам расположена, и просто вся линия электропередачи сгорает. То есть не готовились, получается, не ждали? Я не знаю, каковы сейчас нормативы этого всего, как должно быть опахано, на каком расстоянии должны быть опаханы поля, населенные пункты, столбы электропередач, но визуально нет. Визуально этого не было сделано. Вполне возможно, какая-то полоса была вокруг поселка, но ее было явно недостаточно. Вот как, на твой взгляд, как работали пожарные? Пожарные работали к вечеру вполне нормально, то есть они абсолютно самоотверженно всем этим занимались, хотя было видно, что их не хватает. Я говорил со многими людьми, они говорили, что с утра в поселке работала только одна пожарная машина, остальные расчеты из Абакана, еще откуда-то были заняты в других деревнях. Основная проблема была в том, что у людей не было воды. То есть когда начали гореть линии, когда начали это все заливать, отключили электричество, у всех людей электрические насосы. Соответственно, они могли только из ручных колонок отливать свои либо соседские дома. Вот это была основная проблема, почему люди не могли свои дома спасти, они хотя бы пытались спасти соседские. А правда говорят, что некоторые люди мешали МЧС, потому что пытались забежать в горящие дома, пытались вынести какие-то вещи домашних животных. Это вполне логично. Я уже этого не застал, потому что мы приехали, когда в принципе от домов оставались только руины и пепелища. То есть люди уже очень печально и грустно ходили, разбирали там спасенный какой-то скарп, пытались найти документы, пытались найти знакомых. Потом стемнело, полностью вшера было практически отключено электричество, только в нескольких зданиях был свет. И все это в темноте выглядело очень удручающе. Большое спасибо тебе, Паш. Я напоминаю, в гостях у нас был Павел Стобров. Он стал одним из первых очевидцев этой страшной трагедии. Продолжение следует...